Приветствую вас. В психологии многое определяется личностью самого специалиста, складом его ума, с чертами характера, личными взглядами, ценностями, убеждениями, отношением к людям, отношением к себе, а также системой организации ресурсов внутренних, наличием сильных и слабых сторон. Поэтому у каждого человека есть свои особенности, есть свои плюсы, свои минусы. И, понимаете, вот кто-то хочет использовать гистан-подход, то есть систему целостности, образа. Если это ваше, вот просто вы знаете, что такое? Кистан-терапия и так далее. Там фигура, фон, выделение фигуры, выделение фона, представление о том, как можно представить себе фон без фигуры, завершенный гистальт, незавершенный гистальт, то есть все вот это вот, если вам близко, то если вы в этом хорошо разбираетесь, если вы чувствуете, что это прямо вот ваше, что вы в этом чувствуете себя комфортно, то, соответственно, надо выбирать это в специальный раз. Ага, предположим, вы хорошо чувствуете людей и у вас, как бы, ваши интересы, профессиональные интересы, лежат в области изучения, скажем, личности, в области самих личностных сфер, личностного подхода и личностного направления и так далее, то вы выбираете эту специальность, эту специальность в психологии личности. Если вы считаете, что человек, ну и вообще все люди живут, скажем, в социальной среде, то есть выполняют свою социальную роль, то тогда, соответственно, речь идет о социальной психологии, и здесь уже, соответственно, свое направление. Если вы отдаете приоритет психологии познания, и, соответственно, вас привлекает идея структуры познания, идея ваших задач, средств и так далее, то вам, соответственно, желательно смотреть в эту сторону, в сторону психологии познания. Если вас привлекают авторы, которые являются основателями психологии познания, то вам стоит обратиться туда. Соответственно, если вас интересует около психиатрическая тематика, то вам, соответственно, нужно быть клиническим психологом, если вы хотите на более глубинном уровне работать с людьми. Вот, в принципе, основные направления психологии. Существует еще и психолог-преподаватель, то есть в таком направлении, когда вы занимаетесь преподаванием психологии, можете вести свои семинары, вебинары, читать лекции по психологии, пробовать свои курсы психологические, писать свои статьи какие-то, то есть, собственно говоря, создавать новый материал, создавать новый контент, если угодно. Вот. Ну, в принципе, наверное, осталась только коллективная терапия, породилась, например. Это вот группа открытого общения, да, свободное ассоциирование, работа в этой области. И вот, собственно говоря, в зависимости от ваших предпочтений, от того, что вам интересно, вы можете выбрать понравившуюся вам стезю и работать там. Есть столько убеждений, и оно не только мое, что в любом направлении он зарабатывает достойные деньги. Если, как бы, относиться к работе с самоотдачей, не ставить деньги, как бы, во главу угла, то есть, понятно, что хочется, ну, хочется достойной оплаты своего труда, хочется достойного награждения за свое потраченное время и так далее. Но, вначале здесь работает принцип бизнес. То есть, первое, имя вы создаете, работаете на имя, а потом имя работает на вас. И только так можно организовать свою деятельность на поприще психологической практике. Вы можете не заниматься консультированием, вы можете заниматься только исследованием, написанием трудов и так далее, научной деятельностью и можете заниматься. То есть, ну, кто-то может, вот, не хотеть, например, работать с людьми. А здесь уже решать целиком и полностью вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!